всем привет всем здравствуйте сегодня здесь с вами катя мирошниченко и тема у нас волшебный лес сегодня у меня такая задача попробовать сделать дизайн и только в рамках зеленого оттенка самом деле сделал большую подборку смотрите прям села выкрасила взяла каталог думаю сейчас все какие мне нравятся зеленые я некоторые забыла умудрилась какие-то забыть зеленый здесь они не все вот сейчас я забыла 486 зеленый вот ну ладно забыла и забыла вот хорошая кстати подборка получилось а дизайны сегодня смотрите я понятно что не со всеми зелеными буду делать с определенными цветами но я поставилась так чтобы вот линия слайдер фон стемпинг все через зеленый на самом деле зеленая история это сложная история для дизайна как правило но самый идеальный вариант это просто покрыть зеленым цветом клиенту продать дизайн зелеными оттенками и вообще зеленые покрытия конечно же нужно делать какой-то визуальный ряд например красиво выкраска лежит даже вот так вот ты смотришь уже красиво да у меня есть камушек для демонстрации очень красивый можно купить каких-то рамочек очень симпатичных куда вы например ну на ближайший месяц-два вешаете какие-то ваши идеи предложения по покрытию для ваших клиентов и поверьте там например клиент приходит на коррекцию смотрит потом приходит на вторую коллекцию коррекцию смотрит и глядишь к третье созреет потому что глаза видят а женщины очень любят глазами поэтому чтобы что-то продать женщине ей нужно не только говорить проговаривать там фотографии показывать чтобы это было живьем можно сейчас сделать смотрите скриншот экрана еще раз я не все цвета выкрасила некоторые забыла вот это я делала прямо перед самым эфиром подборочку сегодня буду работать некоторыми зелеными оттенками татьяна пишет выходные как раз собирала ставить себе неоново-зеленое дизайн не могу придумать ну сегодня у меня я бы не сказала что такая неоновая история хотя как раз мне сегодня цель поработать 50 вторым вот я хочу поработать 404 и 412 вот этими тремя оттенками так поехали значит первый вариант мы сделаем с вами когда вообще практически весь дизайн это зеленые оттенки и покрытие и градиент и стемпинг и элементы росписи все зелено в общем я отвлеклась зеленая это такая история очень сложно для многих мастеров потому что зеленый у него всегда такая грань есть за которой это уже может быть перебор или ничего не сочетается там отсутствует гармония сочетаний вот чтобы найти парные цвета к зеленому в маникюре иногда бывает очень сложно я вам предлагаю такую концепцию не брать какие-либо парные цвета а брать все в рамках зеленой гаммы да и поэтому я сегодня выбрала разные оттенки зеленого опять же для линий элементов росписи вы берете либо краски зеленые вот у меня краска для стемпинга зеленый и я специально сегодня даже декорации взяла смотрите только зеленые посмотрела где есть зелень вот это я сделала нарочно все было только зеленые это вам как лайфхак такое хотя где-то две недели назад я давала тоже зеленые дизайн и отлистаете ленту поищите прямой эфир где у меня были зеленые варианты в том числе тоже я давала идею когда у нас зеленый но зеленый при этом может дружить например там яска через коричневую тему давала по моему это было смаракеш на прошлой неделе если я не ошибаюсь и так зеленый я возьму чтобы это было посложнее не просто зеленый а предлагаю взять и темно зеленый ну например у нас нет стемпинга темно зеленого да есть просто зеленый его можно легко создать при помощи намешивания с черным цветом я взяла очень интересный паттерн я им кстати никогда не работала вот просто листья так как сегодня у нас с вами тема зеленый лес идеально подходит вот этот паттерн хотя он такой достаточно сложный для компоновки щенка но сегодня он нам идеально подходит это новая пластина номер 15 магия природы как делаем вот как раз этот крайний паттерн магия природы как делаем какой же у меня бардак на столе какой же капец просто знаете меня все время ругают что у меня очень сильный срач я говорю да зато у меня высокая скорость я кстати когда работала с клиентами у меня такая же фигня была со мной постоянно ругались администраторы сестра меня ругала говорила катя ты такой бардак наводишь это нельзя так работать это неправильно я говорю правильно неправильно зато у меня и просто офигенная скорость и вы меня никто по скорости не переплюнете в обслуживание клиентов так и сейчас с эфирами у меня просто какой-то редкостный срач тут так ну на одну треть где-то примерно 11 12 сделали градиент что градиент хороший получился нужно несколько раз проходить и делаем так чтобы черный и темно-зеленый оказался вверху а внизу оказался просто зеленый черный перемешивается зеленым и получается красивый темно-зеленый оттенок вообще вот обращаю ваше внимание сегодня на зеленый цвет стемпинга потому что многие даже краски когда вы покупаете для росписи вот вы зеленый никогда не берете типа что я этим зеленым буду делать на самом деле зеленый достаточно популярный как цвет для линии в том числе нельзя исключать у себя из ассортимента зеленый так и теперь я вам показываю как сделать такой быстрый градиент по сухому и поэтому я специально взяла зеленый неоновый цвет потому что все классические неоны это база видите 52 это когда лет десять назад этот цвет выходил и вот до сих пор он продается хотя наши неоны я не считаю что они прозрачные вот но у них есть все равно этот витражный эффект как раз мы сейчас спрячем листики там где они у нас очень темные возьмем кисть и просто по сухому аккуратненько потянем вниз и вот так вот растушую потом нужно будет по кутикуле только пройтись вот здесь толщину поправить не бойтесь это все классно просыхает потому что есть средняя плотность хотя если мы посмотрим например на 052 в чистом виде это прекрасный зеленый достаточно плотно ложится смотрите особенно если ногти например не прозрачные это офигенный зеленый цвет сушим так просушили наш градиентчик и здесь смотрите мне конечно больше понравилось без слайдеров вот если просто вот такой маникюр видите здесь все зеленое вот все абсолютно зеленое но при этом мы видим дизайн можно конечно пройтись добавить каких-нибудь вот таких вот насекомых прикольненьких разных не на все ногти потому что я сейчас эту лягушечку клеила мне очень понравилось вообще конечно без ничего есть отличный слайдер я его обожаю живая природа номер 94 прям вот кто забыл вспомните здесь очень хорошенькие элементы насекомых подходят вот под эту тему когда хочется чего-то зеленого в теме волшебного леса вот очень хорошая штучка так ну давайте чуть зелененького наклеить можно не зелененький мне вот лягушка конечно очень понравилось хотя например можно пройтись уже сверху еще зеленый лист папоротника когда знаете вот все зеленое а ногти забыла вам показать девочки сейчас секундочку надо их протереть я себе сделала единственное видите я сейчас их не рекламирую особо хотя на днях выложу мастер-класс самого наращивания специально сняла потому что не хотите наращивать смотрите как красиво на нижних формах наращивали просто soft pink и гель композит зоне свободного края дизайн пока как не могу сказать потому что это пластина новая когда выйдет сейчас непонятно возможно вот в августе для вот таких офигенных украшений я себе сделала такое богатство просто вот рано или поздно конечно выложу и этот мастер-класс потому что я его сняла прям очень подробно вот поэтому кто любитель вот таких украшений вручную не все могут выкладывать рисовать имейте ввиду скоро будет пластина для стемпинга ну там кстати будет не только для украшений вот таких классических восточных вот но также будет для украшалок в стиле футуризм абстракция так здесь я предлагаю пройтись стоп слайдера ну прям только в центре хотя вот сейчас знаете вот клей я понимаю что мне вот так больше нравится без ничего да ногти дорого-богато но это я для рекламы пластины делала поэтому конечно вот так сделала хотя второй модели я сделала французский маникюр знаете как вот раньше и вот здесь именно из фольги стемпинг вот это украшение и я делала помните курс был жидкие камни когда я эти камни там делала с фольгой со следой прикольно со стразиками в общем хорошая будет пластина кто любитель вот таких вот штук имейте ввиду будет тоже вот неплохо даже не прям отлично не забываем ультрабондом проходить все перекрываем финишем в общем я в эти листики паттерн прям влюбилась такие удачные потому что пластина то вышла еще весной а я вот почему-то конкретно этот вариант практически никогда не отпечатала вот теперь я вам покажу с этой пластиной другое сочетание мне очень нравится тоже так сейчас секундочку это вот прям молодежный паттерн получился сейчас очень модно вот из такой ткани покупать какие-то платья летние обивка кстати в интерьерах тоже такая такого плана вот здесь точно ничего лишнего не должно быть потом сверху и я рекомендую длину что прям небольшая длина была наращивание выложу наверно на выходных вот а мастер-класс уже по дизайну выложу когда выйдет пластина да я думаю что да то в августе будет дождем давайте вот это вот мы красивенько служим мне так нравятся вот такие камушки для демонстрации очень круто положил подразнил клиента в принципе смотрите часть ногтей можно было бы просто неончиком покрыть да как вы считаете будет хорошо мне кажется так ладно давайте следующий вариант он мне прям даже верным на какую я сделала первый или второй вариант здесь я предлагаю взять на пастельный цвет у нас есть очень красивый зеленый пастельный такой прям салатовый кто помнит у нас прошлая коллекция летняя в том году она была именно такая пастельная история вот кто поэтому летом по пастелькам любит проходиться у кого клиента именно пастель летом выбирают только не забудьте что у нас есть летняя коллекция прошлогодняя и там офигенная подборка именно выбеленных пастели не просто пастелей а выбеленных вот поэтому если не вспомнила за вот этот номер номер 412 хотя сейчас также ей наблюдается тренд кстати на вот такой шалфей оттенок 363 тоже считается что это тренд и 427 вот такой между шалфеем и мятой такой глухой оттенок в общем сейчас просто какой-то бум на зеленые оттенки вообще в принципе если года два назад он наблюдался до зеленый цвет особенно ботега винета помните эти сумки сандалии бесконечные то сейчас такой новый виток этого тренда мы сейчас перекрываем т-классом здесь по-любому нужно перекрывать если в прошлый я делала стемпинг прямо на диспрессионную пленку цветного гель-лака вы заметили что это косо кстати не наносила я поленилась а вот здесь стекласс не стала перед стемпингом наносите и все норм показываю девочки это новая пластина скоро выходит такие украшения можно будет делать будете задавать каркас либо потом обкладывать этот каркас бульонками и стразами либо оставлять как есть вот как я и есть просто фольгой наполнять это все вот ну это новинка скоро будет значит я сейчас почему на нашу текласс мне нужно сделать реверсивный стемпинг почему видите огромное количество не бойтесь кстати все будет норм благодаря чему благодаря тому что мы сейчас с вами на высушенный текласс нанесу ультрабонд и оставим его сохнуть чтобы он испарился когда испаряется он оставляет такую очень прикольную пленку как скотч двухсторонний я называю пусть он просыхает и в можем себе позволить делать не спеша сложный стемпинг и обратите внимание опять берем вот этот паттерн он кстати на самом деле очень модный многие просто не понимают что с ним делать вот я сама в принципе до этого конкретно им не работала так снова нам понадобится зеленый потому что я себе какую сегодня задачу поставила тема у нас зеленый лес волшебный лес и мы сегодня работаем с вами только зелеными оттенками зелеными рисунками и зелеными покрытиями я не спеша теперь сделаем раскрашивание причем предлагаю делать его прям вообще кисточкой из флакона я кстати никогда не парюсь по поводу вот раскрашивание стемпинга даре и реверсивного чтобы делать идеально заподлицо с контуром еще не вижу смысла париться по этому поводу потому что контур потом ляжет первым слоем и он снивелирует вот эти моменты где выглядывает фон плюс все равно в графике в дизайне очень часто эту технику используют когда подмалевок живет своей жизнью контур живет своей жизнью мне еще кисточкой почему из флакона удобно листья гигантские мать вот это вот не выковыривать вот это сидеть все даем чуть-чуть лаку подсохнуть конечно есть вероятность может где-то что-то поплыть вот поэтому давайте ультрабонду время испариться поэтому наносите сразу на все ногти и вот пусть клиент сидит и у него пусть это там подсыхает вот бывает где-то жир на лак положили до что лак тоже может где-то медленно подсыхать сейчас я вижу что я вот здесь все-таки взяла лишнего наняла налила с этим лаком вот но сам факт ультрабонд будет нивелировать как раз этот момент что я медленно работала лаком лак уже подсыхает он же очень быстро подсыхает так и прокатываем если где-то вот как например смотрел 10 по торцу чуть-чуть поплыло я обычно всегда беру кусок какой-то который остался на штампике смотрите и допечатала если нужно и при этом подмалевок который делал где-то частично попадает не попадает смотрите как она все равно органично все смотрится вот этот дизайн рекомендую делать на короткую длину но нужно сделать на все 10 пальцев и тогда офигенно будет смотреться прям модно лака очень много поэтому здесь рекомендую прокрыть либо два слоя топа любого либо например взять prime топ и обязательно запечатать еще с торцы потому что такое количество лако чтобы хорошо носилось нужно хорошо защитить все обязательно проходите по торца вот такой у нас с вами второй вариант дизайна какой вам понравился первый или второй я сейчас в инстаграм выходила сказала что мне этот больше понравился сейчас делаю вам второй раз мне кажется например наверное вот этот вот более прикольные 228 гель-лак а это бордовый ой кошечки мои мне кажется наверное уже никогда дал я прям не шучу я последний раз в лаборатории было месяц назад и думала уже все все у меня получилось повторить я вам рассказываю периодическую вот эту историю что когда началось с его очень много компаний производителей у кого мы закупали сырьевые элементы для изготовления например те же цветные гель-лаков а там идут пигменты сухие жидкие там идут пигменты рассыпчатые да там перламутровые слюда все это в большом количестве закупалась в том числе и в европе и есть оттенки которые там тоже много лет мы производили но например конкретные ингредиенты для 228 цвета которые были нужны это был завод-производитель которые ну как они там ноги написали письмо и сказали ну так как вы русские мы с вами работать не будем понимаете и вот таких вот инцидентов их много было два года назад и есть цвета а вы видели как у нас резко исчезли много цветов я помню до сих пор что у нас был такой момент когда в ассортименте осталось 90 цветов прикиньте это очень маленький ассортимент а потому что резко ну как дефицит наступил мы не могли ничего не закупить или соответственно изготовить так вот 228 гель-лак я его два года пытаюсь повторить другими пигментами понимаете мне не получается вот искренне вот последний раз думала что все вот у меня получилось вот но сейчас уже понимаю что наверное нет смысла обещать что он будет точно такой же 228 потому что вот именно вот вот так не получается вот а закупить мы не можем понимаете ну нет такой возможности сейчас вот поэтому я уже последний раз так расстроилась потому что потратила опять очень много времени опять ждала эти ингредиенты пока они придут там например из того же китая потому что да индия китая не сейчас большого количества производят этих сухих цепочек и пришло все и мне показалось что один в один получилось но там дестабилизация например произошла поэтому действие 28 цвет скорее всего вот точно такой же не будет я больше уже наверное обещать не буду потому что у нас сейчас стоит что мы вы должны произвести повторить но прошло уже два года я уже устала мне не получается вот вот так анастасия и много таких оттенков которые например бабл гамм его тоже два года нету потому что пигмент этот неоновый вот точно такой же он приходил тоже с европы понимаете и вот он вроде такой же бабл гамм но он отличается поэтому вот я уже говорю давайте бабл гамм выпускать такой как есть но будет отличаться вот а что касается 228 не знаю писатель не он весит 28 и выпускать его как есть потому что но он отличается сильно например вот так кошечки мои давайте дальше дальше тема у нас волшебный лес и еще я предлагаю волшебный лес а давайте сделаем черный маникюр для черного маникюра я предлагаю взять вот этот слайдер который мы уже брали и здесь тоже кстати длина должна быть у клиента небольшая там вот буквально единичка квадратик даже квадратик лучше просто черный для педикюра номер 19 все выкраску возьму оля так черным покрыли и берем вот просто все подряд вырезаем с этого слайдера весь все элементы они офигенные аль и вот просто вот так вот все подряд юля чудо мне дверь закрыли и все подряд режем 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 принесите мне выкраску педикюрных бас ой фу господи гель-лаков педикюрный гель-лаков так вырезаем нет нет здесь только и чук еще вырезать это моя любимая муха в этом слайдере суши девчонки у кого есть ссылка на какие-нибудь классные короткие ногти потому что я сейчас понимаю что мне надо все больше делать дизайнов на короткие ногти вот а типс у меня блин гигантские то что конкретно этот дизайн нужно показывать на коротких типсах чтобы вы понимали как это прикольно смотрится когда когда ногти коротыши просто покрыты на тим принять черным гель-лаком это очень здорово смотрится так показываю такой лайфхак но многие про него знают не всегда прокатывает но можно себе сэкономить так время смотрите что делаем когда нужно большое количество слайдеров слайдер на слайдер не всегда хорошо ложится вот а времени например нет выкладывать первый слой перекрывать его например тем же тип топ слайдером потом еще слой ложить что я делаю я беру ультрабонт но смотрите не всегда это хорошо получается иногда может следующий слой слайдеров дыбом подняться вот но иногда прокатывает нет нет там их нет и уже много это педикюрные гель-лаки однофазные юля сказала здесь можно что сделать смотрите на слоить один на другой в этом случае а а ну правда а лишь понял что она длинная не бежим так сейчас я вам покажу педикюрные гель-лаки кто просил смотрите все подряд наклеила и перекрываем здесь конечно тоже лучше правильно взять прям выровненько то что когда такое количество слайдеров если они еще где-то друг на дружку попадают поверхность будет не сильно ровно а прям он прям их утапливает хорошо и выравнивает поверхность так кто просил у нас номер девятнадцать какой цвет гель-лака для педикюра номер 19 я может догоню вода у нас же вышли оттенки оль ну это не все цвета красивую ли после вот этого 17 цвет вам еще есть цвета и смотрите что получилось ой тоже такой волшебный лес для этого слайдера идеально черный фон смотрите как классно еще раз называется слайдер живая природа вот представьтесь это будут малыши ногти до коротенькие так и последний вариант я вспомнила за слайдер волшебный лес знаешь зеленая я вспомнила за этот слайдер я его кстати обожаю цветочные портреты номер 115 смотрите какие они необычные что я придумала я беру покрываю просто тупо каким-то зеленым цветом да раз у нас сегодня тема зеленый маникюр сегодня я себе выбрала любимчиков это номер 404 сложный зеленый кстати многие клиенты например готовы какие-то сложные более а их надо поняла склеить что вот так вот попробую так сушим борьба например кого мы вырежем хоть вот эту черную девочку водичка сейчас покажу как сделать тоже градиент со стемпингом но чуть-чуть другой сейчас ищут не эти гель-лаки не просто недавно вышли новые оттенки и смотрите так вот центр делаем силуэт а вокруг так но я наверное все таки для стемпинга здесь сейчас нанесу смотрите так вас потому что сейчас покажу какой будет стемпинг он будет внутри пустой паттерн как это сделать можно кстати наоборот было сделать сначала паттерн а потом слайдер можно было наоборот и берем сайте соседний паттерн с этим вот такой он нам хорошо подойдет короче не можем найти девочки выкраску они не спрашивают 19-го же нет у нас пока нету да все я поняла я еще такая думала что за вопрос такой странный почему именно 19 не все номера так но вы поняли девочки я не помню кстати что там с цветом получилось по какой-то причине мы его не разлили пока но он будет так смотрите что делаете внимательно смотрим сейчас вдруг вам пригодится я беру по кругу наношу один цвет на такого семья тема зеленая а в центр второй цвет и начинаете смешивать это в градиент снимаете берете какую-нибудь кисть не очень классно все прилипает и освобождаете прям себе отверстие все смотрите как прикольно получается у вас получается зеленый не простой а он только видите где-то в темно-зеленый уходит и где-то перекрываете вот этот образ девушки чтобы он забыл сейчас черного правда мало что-то попала в 10 больше на других типсах покажу это когда вы по кругу накладываете первый цвет не нужно было мне сильно в центр залазить посмотрите как хорошо получается видно вот он темно-зеленый а здесь уходит в зеленый такая у нас сегодня зеленушка и так подведем итоги сегодня для вас приготовила вот такую выкраску зелененькую всем рекомендую делать отдельно выкраски на группы цветов так во первых и клиента привлекаете больше внимания от их нюдовых желаний да потому что клиент первое что в голову приходит ей либо нюд либо красный да либо черный если повезет и мастер делает французский маникюр есть он рисует французский маникюр и на этом все да а хочется же чтобы было интересно работать вам в первую очередь конечно же хочется что-то сочное иногда делает нестандартная неформатная дизайн и декоративное покрытие но к этому и относится вот поэтому рекомендую делать отдельные выкраски на группы цветов сегодня мы с вами говорили про зеленые и дизайны которым мы сегодня с вами сделали они сделаны видите выдержаны именно в зеленой гамме не только самого фона но даже сам рисунок идет зеленый это то что я всегда рекомендую делать когда вы берете цвет какой-то и не знаете с чем его смешать поэтому ни с чем не смешиваем работаем в рамках только одной цветовой гаммы но все на этом у нас все девочки могу с вами поболтать так насчет 19 вы поняли да что-то с ним произошло что мы его не разлили и на фотографии идет стопите 18 потом резко 20 19 не вот как-то так ой у нас еще классная новинка вышла биби лаки это такая офигенная штука кто работает с клиентами с лаками у кого есть клиенты на натуральные ногти всем рекомендую попробовать эти лайки я на следующей неделе буду проводить эфир хочу тоже по выкрашивать вам чтобы вы посмотрели их прозрачность то что это понятно что полупрозрачный как биби да чем отличается крем биби от тонального крема тональный крем он прям матирует он непрозрачный биби они полупрозрачные и здесь такой же эффект у этих лаков что есть вот именно камуфлирующие лаки нюдовые до который плотно ложатся вот а здесь они полупрозрачные во первых это лечебные лайки там со всякими вкусняшками внутри для восстановления вот кто например делает снятие будет подходить например после снятия приобрести этот потом лак свое пользование в домашние и в тем самым во первых устанавливать ногтевую пластину и чтобы у нее был вид красивый потому что нам только знаете легкие такие оттенки кремовые тоже очень хорошая новиночка наталья сафонова ты поняла по поводу 19 вы скорее всего не будет там что-то какой-то косяк произошло этикетки просто уже разлили напечатали все и получается 19 он просто скорее всего вообще даже не выйдет в продажу там что-то с ним случилось я оттираю стемпинг и пластину нашим евроклинсером для снятия гель-лака но это жидкость для снятия лака гель-лака обычно я прохожу сначала влажной салфеткой в гель в эту жидкость а потом беру вот такие обычные салфетки бумажные и протирающую в конце бумажной чтобы сухо было всем хорошего настроения потому что чуть-чуть осталось и завтра суббота воскресенье потому что вечер пятница скоро наступит всем пока